Всем привет! С вами канал Технокорж. Я наконец-то вернулся. Наконец-то я хочу показать вам свой новый микрофон, доставленный из Китая от компании FIFINE, модель 669T. FIFINE это топовая компания китайского производителя, которая занимается звукозаписью в бюджетном сегменте в основном. Это как Xiaomi среди смартфонов. Долгий выбор был, какую именно модель взять, потому что были и 669K, либо более старшие модели. Но при изучении я понял, что это самая оптимальная модель. У неё удобные держатели, у неё есть регулятор громкости на самом микрофоне, что нет у более старших моделей. Также я думал, что это такая же версия, как 669K, только полноценный набор. И я ошибся. В K-версии идёт ещё разъём для наушников, чтобы прослушивать сразу, что ты говоришь. К сожалению, в этой версии этого нет. Я заказываю, думал, что есть, всё хорошо, но когда пришло, оказалось, что в этом косяк. Давайте приступим к распаковочке. Я, конечно, уже всё посмотрел, даже пробовал, как мы распакуем. Я запишу видео с обработкой, без обработки, чтобы вы послушали и знали качество звука. Но сразу могу сказать, тут очень хороший звук за свою цену. Цена в среднем 4-4,5 тысячи. Доставка по России, всё официально, быстро. Ну что ж, приступим. Что у нас тут идёт? Защитка от шума. Провода двухметровые. Здесь идёт у нас также накладка на сам микрофон. Дополнительные расходники, которые могут понадобиться. Это держатель самого микрофона на стойке. Сейчас, как я всё соберу, я вам покажу. Вот сам микрофон находится. Регулятор звука. В версии К также есть вход под наушники, как я уже говорил. Тут не оказалось. Фиксатор всего этого оборудования. Ну и, конечно же, сама система. Сейчас я всё это для вас соберу, и мы посмотрим. Хорошо? Вот как выглядит V-Fine в собранном виде. Это пока моя первая запись совместно с новым микрофоном. Звук может быть плохо настроен. Либо где-то может чуть-чуть не совпадать. Потому что запись идёт на компьютер и отдельное видео на телефон. В последующих видео я научусь этим пользоваться. Как совмещать, всё правильно. Тут могут быть пока косяки. Также я хотел сказать плюс V-Fine в том, что в нём установлены сразу все плагины. То есть не нужно ничего скачивать, обновлять и прочего. Просто вставляешь USB к компьютеру и начинаешь записывать. Настройки звука тут две. Либо на самом V-Fine, либо на компьютере. Это всё подкрутить, чтобы получилось качественно. А дальше уже по вашему желанию обработки и необработки. Это уже отдельные программы идут. Сейчас я вам запущу тестовые варианты. Обработанные и необработанного звука. Они будут уже отдельно. Раз, раз, раз. Это Hard Bass. Проверка записи. Проверка записи. Обычный звук. Раз, раз, раз. Это Hard Bass. Проверка звука. Проверка звука. С обработкой. Также хотел проверить громкость посторонних шумов. Это всё вы можете сами услышать. Также хотел немного сказать по поводу своего канала. Сейчас в основном будут записи новостей. И пробую шорты. Это маленькие и короткие видео, которые запустил YouTube по типу TikTok. Буду пробовать в нём набирать просмотр. Если вам не сложно, то, пожалуйста, перейдите на мои короткие видео. Они там длятся не более минуты. Они будут постепенно добавляться, добавляться. Может что-то смешное. Может что-то интересное. Просто посмотрите. И мне приятно. Поставьте лайк. Если вам понравится, само собой подписывайтесь на мой канал. Я буду очень рад. Надеюсь, новости вам тоже понравятся. Они будут только актуальные и только самые лучшие, лично выбранные мной. Ну и уже будет производиться запись вот на этот микрофон. Может где-то на петличку с перевозкой FIFINE. Также хотел показать. Заодно и проверить, как шуршащие слышно. Они еще бесплатно дают треногу. Чтобы не разворачивать весь этот комплекс, просто устанавливаешь сюда и записываешь. Я просмотрел весь интернет, когда думал, что же заказать более новые версии, дорогие, либо FIFINE, которые я сейчас заказал. И, как я понял, звук примерно одинаковый. То есть, может быть, чуть-чуть-чуть получше в более новых моделях, но это не критично. Я считаю, что это самая лучшая модель, связанная именно полномасштабным таким развертыванием. А если вам такое не нужно, либо вы можете докупить отдельно, это геморройно, конечно, но все же, то еще лучше будет купить модель 669К. Так как там есть разъем для наушников, можете сразу слушать, как вы говорите, громко, негромко. Допустим, сейчас я только поставил на записи, я не знаю, как это звучит. Времени у меня на съемку тоже ограничено, поэтому это огромный минус. Так бы я наделал сразу наушники, знал бы, как я говорю, насколько громко, сколько потише сделать. Но это уже, если что, придется в редакторах добавлять, убирать, шумы и прочее. Надеюсь, это видео вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Продолжение будет, как скоро, не знаю. Как я и сказал, в основном сейчас будут видео короткие, шорты и новости. Всем пока, удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok